Состоится ли фестиваль «Генуэзский шлем-2016» и будет ли организован для крымчан бесплатный проход по знаменитой Голицынской тропе в Новом Свете? На эти и многие другие вопросы ответил заместитель председателя Госсовета Республики Андрей Казенко во время рабочей поездки в Судакский регион. Все подробности у Алексея Щербака. Организаторы ежегодного фестиваля «Генуэзский шлем» бьют тревогу. По их мнению, его проведение оказалось под угрозой. Директор музея-заповедника отказывается подписывать договор, протестуя против традиционного проживания участников фестиваля в стилизованных шатрах на территории крепости. Да, я хочу, чтобы проводили, но не хочу, чтобы жили. Вот я сказала все, что я думаю. Все. Вы решайте. Четвертувать меня на палю посадить, на березу. Мне все равно. Организаторы фестиваля с такой постановкой вопроса, естественно, не согласны. Участники подобных мероприятий во всем мире, в том числе и в России, всегда живут непосредственно на месте событий. Запрет на проживание на территории крепости участников – это фактически завуалированный запрет фестиваля. Такая точка зрения вполне обоснованна. Если соответствующий договор не будет подписан в ближайшее время, фестиваль останется без участников. Они попросту не успеют купить билеты в Крым. А для самих крымчан проблемой стало взимание платы за проход по тропе Голицына. Чтобы попасть по ней к морю, придется выложить 100 целковых. Местное лесничество считает жалобы жителей необоснованными, ссылаясь на внутренний приказ о льготах для населения. Кто имеет право посещать льготами? В том числе ликвидаторы, дети, сироты, дети. Я это читал. Особенно у меня инвалиды первой группы, я представляю, по тропе пройти. Но это не важно. Я все читал, но я не нашел здесь жителей. Есть. В нашем приказе. Внутренний приказ, судя по всему, игнорируют сами сотрудники заказника. Мы конкретно подошли, мы были без паспортов. Мы спросили, а как же так, почему вы не пускаете жителей Судакского региона? Они сказали, во-первых, у вас нет паспорта, а во-вторых, вы жители Судакского региона, а не Нового Света. За подобные услуги должны платить туристы, пополняя крымский бюджет. Но никак не сами крымчане, убежден Андрей Козенко. Моя позиция, что посещение достопримечательностей, подобного, как тропа Голицына, вообще должно быть доступно для жителей нашей республики. Крымчане должны бесплатно посещать объекты культурного наследия, без ограничений. На правах почетного президента генуэзского шлема Андрей Козенко пообещал вмешаться и в ситуацию с проведением фестиваля. Я думаю, найдем мы понимание, чтобы в этом году это было наиболее качественно. Чтобы само по себе мероприятие собрало как можно больше людей, которые приедут именно на это событие. Несмотря на шероховатости, Судакский регион подходит к предстоящему курортному сезону во всеоружии. Завершается капитальная реконструкция набережной, которая обещает стать гордостью города. Да и знаменитый на весь мир завод шампанских вин, несмотря ни на что, не сдает своих позиций. Вполне уверенно чувствуют себя и многие другие производители, принявшие участие в выставке поставщиков в Симферополе. Вообще нужно забыть, что такое заграничная продукция, привезенная с той же самой Украины или вообще из дальнего зарубежья. Только нужно покупать у своих очень хорошее качество, действительно предприятие, которое мы давно знаем. По мнению вице-спикера, крымские производители могут смело конкурировать по качеству продукции с материковой Россией. Алексей Щербак, Александр Чукалов. Время новостей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.